В день, когда эстафета Олимпийского огня торжественно достигла Рязани, наш город целиком и полностью превратился в одну единую команду болельщиков. А на стадионе ЦСКА и вовсе для всех желающих открылся уникальный проект – Дом Олимпийской команды. Только один день в каждом городе по маршруту. О том, как он прошел в Рязани, говорим с гостей из Питера, представителем Международного коммуникационного агентства «Олигви» Еленой Задорожной. Дом Олимпийской команды России – это уникальный проект, разработанный и реализованный по федеральной программе при поддержке Олимпийской команды России «Одна страна – одна команда». Проект реализован и подготовлен Объединенным комитетом Олимпийских игр и Советом содействия ОКР. Наш проект, его основная цель – это, так скажем, собрать все эмоции, всю энергию болельщиков и направить ее на поддержку нашей Олимпийской сборной. А каким образом это будет выглядеть? Это участие в каких-то играх и мероприятиях? И опять же, куда девать эту энергию? Вот человек пришел, получил какой-то заряд энергии. Что дальше? Как это все происходит? Мы устанавливаем на центральных площадях в городах, которые рады нас принять у себя, дом Олимпийской команды России. Это огромное пространство, на территории которого установлено множество интерактивных зон, позволяющим людям ближе познакомиться с Олимпийской командой и, в принципе, узнать, что такое зимние Олимпийские игры. Люди приходят к нам в дом, и мы, приглашая их, представляем им разные интерактивные зоны. Одна, например, из таких зон – это зона «Почувствуй себя олимпийцем». Любой участник, пришедший к нам в дом, в эту зону, заходит в нее, одевает специальные 3D-очки и попадает именно в ту атмосферу, в которой находится сам Олимпийец в момент спуска по трассе. Например. Ваш контингент – это кто? Какие люди чаще всего к вам заглядывают и о чем спрашивают? Вы знаете, наш дом открыт для всех. Мы рады абсолютно всем. И каждый желающий может прийти для того, чтобы познакомиться с Олимпийской командой, с играми, которые у нас будут проходить в Сочи. Нет определенной целевой аудитории – это граждане России, которым небезразлична, так скажем, судьба нашей команды на Олимпийских играх. В городе Рязань, около вашего спортивного комплекса ЦСКА. Мимо нас проходила эстафета, собственно, за которой мы и следуем. Следующий наш город, именно по первому маршруту – это Санкт-Петербург. Также у нас существует второй маршрут. Первый город, в котором было мероприятие – это город Тверь. И далее наша команда переезжает, так скажем, в город Ярославль. Я все пытаюсь понять связь. Рязань, Санкт-Петербург. От нас-то огонь последовал во Владимирскую область. Вы из каких соображений за ним так циркулируете? Вы знаете, мы размещаемся не во всех городах, через которые проходит Олимпийский огонь. Но стараемся останавливаться именно там, где происходят какие-то масштабные финальные празднования, где люди объединяются, так скажем, на одной территории, встречают этот огонь, приветствуют его. И, соответственно, мы в этих местах ставим наш дом для того, чтобы задействовать максимально количество людей. Делаю вывод сейчас из того, что вы сказали. Город у нас дружный, жители так скомпонуются правильно. Я была приятно удивлена. У нас был... Это первый наш город. И мы приняли в своем доме огромное количество детей, школьников, студентов. И у нас были даже небольшие очереди на наш дом. Всем было очень интересно. Все хотели к нам прийти, поучаствовать и в викторинах. Плюс у нас есть прекрасная программа по знакомству наших граждан, наших болельщиков с местными звездами спортивных игр. Это и мастера спорта, и бывшие олимпийцы. А таких кумиров много? Многие ли соглашаются вот так потратить свое время? Спортсмены, они ведь все время заняты тренировками, переездами. У них и на семью бывает не хватает времени. Понятно, что сейчас мы все в ожидании. Олимпиада скоро грядет. Конечно, но спортсменам очень важна поддержка. И поэтому они всегда рады прийти к нам в дом, так скажем, увидеть воочию, насколько мы гордимся ими, насколько все болеют за них и как переживают. Поэтому это достаточно такая очень эмоциональная, эмоциональный момент. И он именно в преддверии Олимпийских игр очень важен для спортсменов. Кроме эмоций нужна и техническая поддержка. Все то, что вы перечислили, оно как раз требует того, что привезли с собой. Были ли какие-то у вас сложности? И, может быть, мы чего-то не видели вовсе до вашего приезда? Вы знаете, никаких сложностей у нас не возникло. Нас очень радушно встретила администрация города и всячески содействовала нам в нашем мероприятии, начиная от периода установки дома и также в процессе проведения самого мероприятия. Что касается нашего технического значения, то, конечно, у нас такой очень инновационный дом. Та же видеобудка, в которой наши болельщики могут записать обращения, пожелания нашим спортсменам. Все это переходит на сайт, посвященный как раз-таки сборной олимпийской команды, где участники сборной, наши олимпийцы могут увидеть, как тепло, как радушно относятся к ним. Как журналист понимает, насколько важна оперативность, все вовремя, тем более онлайн такие вещания, да? Наверняка большой штат помощников, которые вам помогают, технически как-то связываются, пытаются объединить действительно всех, кто желает принять участие в этом. Знаете, у нас очень большая команда, да, действительно, это достаточно масштабный проект. Он проходит по территории всей России вслед за эстафетой олимпийского огня. И, несомненно, у нас задействовано очень много людей абсолютно в разных областях. В день Олимпиады где вы будете? Наш дом будет располагаться непосредственно в Олимпийском парке. И он будет еще более проработан. Я пока не очень хочу раскрывать там всех секретных моментов. Это будет такой небольшой сюрприз. Но то, что вы сейчас видите, конечно, это будет еще более масштабнее. В каждом городе мы останавливаемся ровно на день. Так как огонь проходит очень стремительно, а мы следуем за ним, то, соответственно, день финального празднования мы устанавливаем наш дом, приглашаем наших посетителей. И по окончанию финального празднования мы также следуем дальше за огнем. А дом выглядел как? Как шатер, как некое помещение, которое вам предоставили? Или в каждом городе что-то свое? Дом представляет собой шатер, который брендирован в соответствии с нашим проектом. На стенах этого дома вы можете увидеть интересные фотографии наших спортсменов, как постановочный кадр, как и в момент их участия именно в соревнованиях. Наш дом, он, так скажем, единственный. У нас в Рязани очень много достойных спортсменов, которые уже завоевали свое золото. Конечно, масштабы не те немножко. О которых мы говорим сегодня. Но мы гордимся ими, безусловно. Что бы вы могли сказать нашим телезрителям, рязанцам, нашим спортсменам, у которых есть маленькие и большие заслуги? Кстати, хотелось бы обратить ваше внимание, что помимо интерактивных зон, у нас есть специальная, так скажем, площадка, в которую мы приглашаем выдающихся спортсменов, именно вашего города, проживающих в вашем регионе, для того, чтобы они могли пообщаться с болельщиками, с горожанами и рассказать им, каково это быть олимпийскими чемпионами, спортсменами, мастерами спорта. Вот как это происходило в Рязани. А самое высокое достижение ваше какое, Максим? В этом году на чемпионате Европы был восьмой, чемпион России двукратный. Восьмой на чемпионате Европы и двукратный чемпион России. Аплодисменты! Я хотела пожелать всем очень большого стремления к своим целям. И очень сложные виды спорта, они воспитывают в нас именно выдержку. И главное – это желание, напор и вера в свои силы. Все у вас получится. У нас есть перед глазами живые примеры. Это наши олимпийцы, наши спортсмены, глядя на которых, мы видим, что невозможно и возможно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова